Добрый день! Школа испанского фехтования Достроза Чинэч. С вами я, Ирина Лопатюк, и мы продолжаем наш экскурс в науку Дострозу. И сегодня мы с вами будем рассматривать главу 25-ю трактата Академия Мичажграда Тибо. Название главы едва заметной вариации. И сегодня я хочу показать вам не целостную композицию из 13 демонстраций, Сегодня я хочу вам показать, как выглядят вообще сами примеры именно в этой главе. И обратите внимание, как раз у нас круг первый, второй и вот третий, четвертый. Это единая динамическая композиция, то есть это четыре части, четыре блока одного сценария, которые отражают на практике суть упражнения, изложенного в главе 25. Всего демонстраций в этой главе 13, но первые четыре как раз-таки являются базовыми. Итак, давайте с вами знакомиться с тем, что же такое едва заметные вариации, почему же Академия Мичажграда Тибо именно этому блоку данных уделяет отдельное внимание и вычленяет главу. Итак, в первую очередь, он говорит, давайте с вами сравним то, что мы сейчас будем делать с главой предшествующей, 24. Как мы видели на примере предшествующей главы, наш противник изменил свою позицию, тем самым предоставив Александру возможность изменить его собственные операции, для того, чтобы организовать преимущество. Теперь же, сталкиваясь лицом к лицу со своим соперником, Захарий не располагается перпендикулярно поверхности, то есть он не располагается ровно и не работает по принципу прямой линии. Вместо этого он сгибает колено, взводит меч по кривой линии, рукоять при этом расположена низко, конец лезвия меча высоко, равно как и в последней главе. Но, проделав все это, он не перемещается далеко от того положения, которое он принял на примере предыдущей главы. То есть, фактически он ничего не меняет, за исключением того, что рука его находится немного сдвинутой к внешней стороне, а острие меча при этом, наоборот, заведено несколько внутрь. Тем не менее, эта малая перемена порождает огромную разницу в действиях. Итак, в первую очередь мы с вами будем говорить о том, что существуют так называемые вариации, существуют так называемые способы изменения сценария. То есть, если мы говорим о том, что у нас в парильнике принимают участие два противника, и на примере предшествующей главы мы рассматривали, каким образом они работают по прямой линии, то сегодня, особенно если вы изучите сами демонстрации, вы увидите, что Захарий меняет свою тактику. Как он это делает? В данном случае он не будет использовать испанский угол, не будет перемещаться ногами. А он будет перемещаться ногами, точнее, не в самом начале демонстрации, а уже позже, когда Александр его будет к этому вынуждать. Захарий будет применять принцип испанского угла, но будет делать это другим методом. Он будет по-другому располагать руку с мечом. То есть, по сути, то, что мы сейчас рассматриваем, это основа многих флинтов. Но на самом деле, с чистой геометрической точки зрения, ничего такого сверхъестественного выдающегося в этом нет. Здесь главенствует простейший геометрический принцип. То есть, если у нас расстояние между противниками условно, ну, например, Х, допустим, 2 метра, если мы переместимся в другую точку, то вариация эта будет малозаметна. Обратите внимание. То есть, то, что будет делать Захарий, он будет делать либо перемещение рукой, то есть, он говорит о том, что руку он выходит вовне и отклоняет немного острие меча, либо он будет двигаться ногами. Вы об этом сможете удостовериться, следуя самому главу. То есть, по сути, кажется, что ваш противник стоит так, как он стоял ранее, что дистанция такая же, какая была ранее, но на самом деле это не так. Именно поэтому Тибой говорит о едва заметных вариациях. Все эти повороты рук, малые смещения, да, на полшага и так далее, эти такты в том числе описываются. И они выглядят малозаметными, но с другой стороны, как раз таки и позволяют сделать, организовать самому себе вот это малое преимущество, которое может сыграть большую роль в контексте самого поединка. То есть, здесь мы говорим о принципе применения успанского угла, здесь мы говорим о принципе завоевания преимущества заранее, но есть еще один момент, на который я бы хотела обратить ваше внимание. Если вы будете внимательно исследовать 13 кругов, то есть 13 демонстраций, вы наверняка увидите, что Александр по какой-то странной случайности, да, опять-таки это метафора, видит и понимает, что Захарий будет делать дальше. То есть, начиная с круга третьего, вы будете читать и видеть, что Александр разгадал его замерение заранее. Александр предположил, что Захарий будет действовать. Александр уже готов. Что же это, извините, пожалуйста, такое происходит, как Александр, то есть один из фехтовальщиков, уже заранее знает, как Захарий будет менять сценарий. И вот здесь есть один очень важный принцип. Принцип звучит так. Намерение выражено ногами. То есть для Александра кучевым фактором, да, то есть вот то самое первое, самое главное, на что обращаю внимание, является позиция ног его противника. Именно по позиции ног в дальнейшем он достраивает возможные варианты того, что противник может сделать, именно исходя из этой позиции. И в дальнейшем вы будете видеть, как в зависимости от положения своего противника Александр выстраивает уже свою тактику. Он уже действительно заранее знает, что, например, там будет даже специально приведена самая неудобная позиция, чтобы было очевидно читателю, что из позиции, когда, например, ты вывернут каким-то таким нелепым образом, ты можешь сделать только одно – развернуться и снова занять равновесное положение. Все эти примеры, которые на первый взгляд могут показаться странными, как говорит сам Тибол, приведены намеренно для того, чтобы человек понял, каково, скажем так, значение именно этого принципа, почему оно главенствующее, в чем вообще суть. И если вы будете практиковаться в этом направлении, если вы будете видеть, как работают ноги у вашего противника, вы будете понимать, в чем действительно у него преимущества есть, а в чем их нет, и уже сможете выстроить свою победоносную тактику. И Тибол в завершении этой главы пишет, что те, кто не понимает базовых операций, базовых основ этого искусства, вероятно, вообразят себе, что такое многообразие операций, опять-таки, показывает слишком похожие позиции. Может даже произойти такое, знаете, некое вторжение, да, потому что не нужно объяснять одно и то же. Но дело в том, что даже при наличии повторения, само повторение дефектом назвать нельзя. В ответ скажу, что ваше мышление неверно. Скорее перед вами демонстрация определенного способа, позволяющего выиграть время. Потому что если ваш противник замечает только начало действия, с началом которого он определенно столкнется, он не позволит вам коснуться своего меча в той форме, которая ему известна. А значит, он будет отступать, изменять свое положение и тратить еще больше времени, чем вам понадобится. Но если же вы осуществите нападение простым способом, который... простым способом... Этот способ не заставит вашего соперника подозревать ваши истинные намерения. То есть, по сути, все силы в простоте. А те принципы, которые мы с вами рассматривали, принцип прямой линии, да, и так далее, и так далее, эти принципы просты. И тем снова и снова намеренно к ним возвращаются, объясняя, что с точки зрения методологии, с точки зрения человеческого разума, повторение не является дефектом. Оно же является необходимым... одним из необходимых способов закрепления навыка. Но при этом навязной данной головы является следующий принцип, который мы выписали на доске. Поэтому, с точки зрения едва заметных вариаций, ищем, так сказать, сильные места, точнее, слабые места противника, организовываем собственные сильные позиции и занимаемся, так сказать, для того, чтобы научиться побеждать в любой ситуации и в любом случае. А о ноте стресса именно этому и выговорим. Всем спасибо за внимание, успехов и до встречи!